Добрый день! Сегодня мы с вами разберем подачу слева. В прошлый раз у нас был ролик о подаче справа, вернее, о стойке, да, то есть мы обратили внимание, как нужно стоять справа для того, чтобы в дальнейшем удобно играть. Вот сегодня мы поговорим с вами о левой подаче, о подаче с бэхэнда. Мяч с бэхэнда крутится, как правило, в одну сторону, вот в эту сторону, да, то есть в эту сторону бывает подача, но это очень редко, все-таки не позволяет само движение закрутить мяч сильно вот в эту сторону, да, в левую сторону, в правую, пожалуйста, можно придавать мячу разные вращения, нижние боковые, верхние боковые вращения, просто боковое вращение, чисто не издавать, чисто вверх давать, но вот крутить в эту сторону, ну, просто тяжело. Ну вот, может быть, и не нужно, да, есть и сильные игроки, которые подают в основном подачи вот эти, да, редко, когда подают такую подачу в другую сторону, хотя мы знаем, что Слава Буров оставляет данную подачу вот с этой стороны напоследок, то есть у него отработан ход именно после данной подачи, ну, в первую очередь, когда вы, значит, хотите, ну, чисто подавать данную подачу, надо понять, откуда подавать ее надо. Есть такое, скажем, заблуждение, что подачу слева надо подавать именно из левого угла, но чем это нехорошо, чем, что, какие есть минусы, скажем, подавать именно левую подачу из левого угла, неважно, в диагональ или в прямую, ну, первое, самое основное, после того, как вы подадите эту подачу из левого угла, вряд ли вам кто примет эту подачу прямо в левый угол, потому что, в принципе, подать слева и сделать атаку слева, это логично, не надо разворачиваться, скорее всего, мяч придет куда-то вам в центр неудобно или вправо, но влево не придет, поэтому вы ограничены изначально, да, в своих действиях, то есть вам будет неудобно, нужно разворачиваться, даже пускай вы будете думать, что вот я могу подать и пойти на заход, но вас будут ловить и косо вправо, ну, сложно, то есть это нелогично. Есть игроки, скажем, у которых отработана подача из правого угла, это вот можно вспомнить сразу Григория Власова, который часто подает под подачу, тоже при счете 9-9, скажем, может подать глубоко по прямой, подать, пойти на заход и сделать топс уже, можно сказать, из левого угла справа, да, перебежать такое большое расстояние и сделать уже топс. Но это уже личные наработки, скажем, Григория, да, вот, как правило, как правило, эту подачу подают из центра. И вот найти то самое место, где вы будете успевать, допустим, вот, если подавать отсюда, скажем, просто из левого, из правого угла, но ближе к центру, да, подавать, то какие есть минусы? Минусы такие, что вы вряд ли достанете косой мяч в левый угол, да, который будет послан. Вот, если вам сыграют просто глубоко вправо, может быть, тоже будет трудно развернуться, да, нужно как-то смещаться. То есть, в принципе, именно отсюда вот подавать, да, я бы не рекомендовал. Нужно найти, это, я думаю, место будет у всех немного разное. Кто-то будет прям из центра подавать, из вот этой вот линии, да, кто-то может чуть смещаться сюда. Да, но вот я лично подаю подачу не совсем с белой линии, а с сантиметров на пять смещаюсь в левее. И вот из этого положения эта подача, как мне кажется, мне больше подходит, потому как я могу перебежать, а я, как правило, атакую только с правой стороны, поэтому я могу перебежать на заходы, да, и атаковать справа. Вот, а если я буду стоять ближе к разделительной линии, то мне это будет сложнее сделать, не хватает шагов мне, можно сказать, что отсюда я могу подать, допустим, и зайти, да, а вот отсюда уже я буду подавать, и мне надо сделать уже два дополнительных. То есть, вот такой момент есть. Казалось бы, пять сантиметров, чего здесь такого, а нет, имеет значение, вот даже пять сантиметров, поэтому находите вот это место, да, откуда подавать. Из центра чем еще хорошо? Ну, тем, что можно подать косо вправо, да, то есть мы можем подать косо вправо, можно еще косея, чтобы соперник за ней тянулся, да, и в то же время, если вы будете стоять совсем глубоко вправо, можете подать косея, да, чем из центра, но он будет, и сам игрок принимающий будет сильно смещаться в ту сторону, да, сильно будет смещаться в ту сторону, и ему уже будет проще сыграть этот мяч. А когда вы стоите здесь, вы можете поймать и глубоко влево этой подачи, да, и коротко вправо, да, или косо вправо может также подать эту подачу. Кстати говоря, и по этой же причине вот совсем из левого угла подавать плохо, что нельзя косо подать, это я сказал, но еще ваша подача будет длинная в левый угол, игрок успеет зайти, он будет на приеме изначально стоять вот так, да, очень близко к этой линии, и он успеет зайти, сыграть по вашей подаче, поэтому не рекомендую данную подачу подавать из этого угла, по этой причине, что отсюда расстояние из центра короче до левого угла, и подать намного проще, потому как мяч пойдет быстрее, да, и игрок не сможет, не успеет зайти, и принять то спинам захода. Ну вот, если мы определились с местом подачи, да, примерно вот где-то отсюда, какие здесь есть особенности технические, как должны стоять ноги? Вот ноги стоят вообще по-разному при этой подаче, ну давайте я попробую показать. Все, конечно, сразу могут вспомнить Диму Овчарова, который становится в такое положение, когда ноги ставят под угол 45 градусов, да, и поворачивается, можно сказать, спиной, да, то есть он ставит ноги вместе и под 45 градусов. стопы направлены, да, и подает уже вот такую вот свою подачу, сильно сначала приседая, а потом вместе с мячом встает, да, но потом еще есть такое положение ног. Давайте посмотрим, какие еще бывают. Бывает, что ноги ставят параллельно друг другу, но широко, такой тоже может быть, параллельно, но широко. Вот так вот я не видел, что постояли, то есть вот под таким углом, я таких подач не видел, все-таки ноги должны быть либо параллельно, либо вместе под углом, ну и вот получается, что есть две позиции. Либо параллельно бывает ставят ноги широко, либо вместе, но тогда под углом. Широко, но под углом, наверное, тоже можно. Но получается, что ноги либо развернуты в ту сторону, либо параллельно. Вот две основные стойки при данной подаче. Значит, какую я обычно предпочитаю ставить, как ставить предпочитаю я. Но вот раньше я стоял, тоже вместе ноги ставил, и под углом 45 градусов, сейчас же, как правило, ставлю ноги широко. Широко ставлю, подаю уже и широкой стойке. Следующее. В каком положении должен быть корпус? Корпус должен быть в положении, скажем, вы не должны стулиться. Скорее, лопатки вместе, но корпус может быть наклонен вперед. Хотя и стулиться, ну стулиться вообще, я считаю, это не совсем правильно, и вам потом в игре будет тяжело играть. Поэтому старайтесь все-таки лопатки держать вместе, это раз. И второе. Локти ставить впереди. Получается, корпус немножко наклонен, локти мы ставим впереди. Для чего ставим локти впереди? И лучше ставить два локтя впереди. Тогда здесь получается пространство. Вот здесь получается пространство для вашей подачи. Если локти мы прижимаем, такая тоже подача, ну как подают, так бывает, но минусы те, что сопернику проще, что ли, разглядеть подачу, и она больше времени. Вот такая подача, это вот так выглядит. Или когда вы становитесь вот в такое положение. Из такого положения подача, она смотрится более профессионально, что ли, можно сказать. Какое-то пространство действительно появляется от корпуса до ваших рук, где вы можете разгонять вашу ракету. Поэтому я все-таки советую локти ставить впереди. данной подачи, когда подаете данную подачу. Итак, значит, выбираем положение ног. Пускай будет широкое положение ног, прямо становимся широко. Корпус наклонен вперед, но лопатки вместе, локти впереди. Ну и дальше, если мы встанем так, то у нас появляется место для того, где вы будете вести ракетку свою. И тоже вспомнил я момент, когда Леша Смирнов говорил, что раньше он подачу подавал вот так сверху, а потом стал подавать, подсказали ему, он стал подавать подачу из-под руки. Данную подачу из-под руки и говорит, что стало больше у него времени для собственной атаки и подача стала сложнее. Скажем, такой вот нюанс подавать сверху или снизу, это тоже имеет значение. Как подаю я? Я стараюсь подавать. Я вообще руку эту убираю. Получается, что я успеваю убрать эту руку и подать подачу уже не из-под руки или там сверху или снизу, а просто уже без руки. Поэтому здесь тоже это смотрите, как лучше. Не так принципиально, просто выберите что-то одно, как подавать. Именно под рукой или или сверху или вообще убирать руку, успевать успевать вообще убирать руку. То есть тут надо смотреть. Потом чаще всего эту подачу подают и она, конечно, неудобная для приема. Это коротко вправо. Самая распространенная. Получается верхняя боковая или нижняя боковая подача коротко вправо. Пускай немножко вылетающая. Это не так важно. Мало кто умеет делать по таким мячам. Как правило, будут пытаться этот мяч вот так вот принимать, сглаживать. Потому что если поставим ровно ракетку, мяч идет в сторону. Если по-моему в сторону не ходил, надо переворачивать, делать такой вот угол, переворачивать ракетку таким образом и играть по мячу. Очень неудобно, физиологически сложно. Поэтому эта подача очень популярная. Коротко. А поскольку у многих скидки нет активной, то часто подают просто верхнюю боковую подачу. Верхнюю боковую подачу вот туда. Понятно, что бок и вверх вообще это в принципе подача. Понятно, когда мы делаем большее движение вверх. Но если прямо говорить простым языком, понятно, что тут бывает и маскируют подачу, учатся подавать разными местами ракетки. Тоже такое есть, чтобы подавать подача была с разным вращением. Но вот сам популярный, когда ракетка идет вверх по таким углом. Конечно, когда мы наклоняем больше вот так, просто будем наклонять, то, конечно, эта подача, даже если мы будем вести вверх, она будет все равно нижняя. Все равно будет нижняя. Поэтому и часто путаются при приеме, когда принимают. Вроде бы рука идет вверх, а угол наклона ракетки был горизонтальный. Поэтому и получилась нижняя подача. Поэтому всегда смотрите на контакт с мячом. Это очень важно. Никуда рука пошла, потому что рука может пойти вверх, как я сказал, а подача будет с нижним вращением. Ну или может пойти вверх, и будет действительно верхнее вращение. Это вот как раз что касается подачи коротко вправо. Ну и длинная подача по диагонали. Конечно же, опять совет, цельтесь в белую линию у себя. Тогда она будет белой линией отлетать там. Ну нечто подобное. Перестраховался, можно более рискованно подать. подать. Ну и часто, поскольку и короткая подача, и длинная подача вправо, по той же самой причине эту подачу неудобно принимать справа длинную, если вы подаете, так как руку надо просто выворачивать постоянно. То есть, короткий прием сложен, и если у кого-то нет хорошей скидки, можно подавать, не бояться, в верхнюю боковую подачу. И по той же самой причине лучше подавать такую тухлую, знаете, не очень быструю подачу. Тухлую, не очень быструю подачу, тогда за ней придется тянуться к принимающему. И, конечно, это будет намного сложнее, если вы будете подавать просто в центр куда-то подлиннее, я имею в виду, и он будет спокойно ее скидывать. Да, эта подача, конечно же, неудобна, если она короткая. Но и самое, наверное, неблагоприятное место для этой подачи, если вы будете подавать коротко влево данную подачу, потому что, в принципе, и физиологически проще эту подачу скинуть. Да и, в принципе, технически тоже слева легче скидывать, чем справа. Поэтому игрок просто немножко наклонит ракетку и спокойно эта подача смахнет со стола. Поэтому есть три, скажем, основных места для этой подачи. Если мы справа рассматривали, там было четыре основных места, коротко вправо, длина вправо, коротко влево, длина влево. Но здесь у нас три таких места на столе, куда можно подавать данную подачу. Это коротко вправо, это длина вправо, может быть, чуть вылетающую, чтобы именно было неудобно разворачивать руку, и длинную быструю, длинную быструю, именно в диагонали подачу. Что касается техники выполнения, что может вам помогать при выполнении данной подачи, если не получается ее подавать. из положения, если ноги стоят вместе и под 45 градусов в ту сторону, то опять, смотрите, ноги вместе, руки мы ставим так, чтобы локти были впереди, симметрично. Дальше, можно приподнять вот эту ногу, получается, это левая нога, если правшей, мы ее приподнимаем и потом топаем на нее. То есть, получается, вот так мы встали. Вот так, смотрите, я держу сейчас над столом, это неправильно. Значит, я должен держать мяч около стола, около белой линии. Но нависать над столом я могу. То есть, я могу нависать над столом, но также касание, в принципе, ракетки и мяча должно быть за белой линией. Это вы очень внимательно смотрите, потому как часто накидывают эту подачу вот так вперед и подают. Это уже не по правилам. Поэтому так же будете очень внимательно. Вот. И приподнимаете вот эту ногу и получается, у нас идет здесь ускорение. Если у нас рука идет потом вперед, а нога опускается, и получается, что мы вот так вот мяч делаем и получается подача порезче, чем если бы, нежели бы просто стояли бы на двух ногах и подавали бы уже просто. То есть, если бы просто постояли бы, ее так сложно подать коротко. Но если вы поднимаете ногу, то получается, что подача получается с таким вот маленьким ускорением. Также есть преимущество хватки, то, что вот мы эту подачу подаем пальцем и не должны убирать рукоятки, а можем держать спокойно, как вот обычно держим, ничего не перехватываем никуда, и поэтому проще играть. Ну и эта подача будет очень хороша для тех, у кого сильный бэхенд. Если вы можете две трети стало перекрывать слева после данной подачи, конечно, это подача ваша. И, конечно же, часто подают эту подачу защитники, у которых, в принципе, подрезка, эти мышцы, которые при подрезке, они сильно разработаны. Потому что часто используют подрезку слева, что издали, также на столе, и эти мышцы разработаны. Поэтому защитники очень любят данную подачу подавать. Ну и тем более по той самой причине, что подача, скажем, маятник более распространенная, а подачу слева, если мы подаем, то вот как раз для приема справа это большие сложности вызывают у принимающих. Ну, в общем-то, вот основные моменты мы с вами разобрали. Напишите в комментариях ваши вопросы. Может быть, вопросы будут касаемо вращения. Вроде бы определили, что нужно подавать сюда верхнюю подачу, короткую, это если скидка принимающая не очень сильная, он не может ее скинуть, да, хорошо. Вот влево туда, да, подача какая обычно идет. На самом деле и та, и другая. Либо наскакивающая верхняя, чтобы было ребро у принимающего, либо, ну, будет сложно зацепить мяч, по-минципе сыграть по нижнему. То есть туда идет, как правило, и нижнебоковая, и верхнебоковая подача. То есть где-то 50-50. А вот вправо очень часто делают снизу движение, да, поэтому верхняя боковая более предпочтительная подача. Все нацеливаются на топ-спин по подрезке, а вы подойдете на более верхнюю боковую подачу, вылетающую, да, игрок цепляет, и мяч вылетает на него там на 2-1,5 метра за стол. Также защитники, когда подают данную подачу, часто крутят ракетку. Все-таки подача шипом, вот если у вас есть шип, данная подача, она может быть имеет смысл, но она имеет смысл только если быстрая, плоская, да, подача, или, ну, может обманывать резаную подавать, да, но вот боковой все равно не придадите такое большое вращение, чтобы там были какие-то проблемы. Поэтому часто, если у вас шипы с другой стороны, вы должны подавать гладкой, да, еще раз, давайте про положение. Значит, ноги могут стоять либо вместе, либо широко, спина, лопатки вместе, но локти впереди. Получается здесь пространство, и дальше вы делаете, там движения на самом деле тоже очень много разных. Кто-то больше кистью подкручивает мяч, кто-то предплечьем, кто-то корпусом и кистью. Но разные ли абсолютно движения есть? Это вы должны сами наработать, именно что вам больше нравится. Здесь таких предпочтений давать не буду. Я просто скажу, что я подаю больше эту подачу, использую больше плечо вообще, при этой подаче я больше использую плечо вообще, а не кисть там или предплечье. Поэтому здесь это индивидуально. Точно. Вот такой вот разбор получился. У нас сегодня подача слева. С вами был Валер Азаненко. Подписывайтесь на спонсорский канал. Там уже вышел ролик, посвященный подачам справа. вот нюансов продолжения именно того ролика, который был выпущен на основном канале. До новых встреч. Счастливо. Пока.